Я передаю вам слово и буду слушать ваше выступление с удовольствием. Давайте, отлично. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые слушатели и зрители, я рад вас приветствовать. Я Фролов Юрий Андреевич. Вы меня, наверное, знаете, я и биолог, специалист по лечению разных заболеваний. Собственно говоря, кто захочет обо мне посмотреть, найдете подробную информацию у меня в блоге и так далее. Я уверен, что сегодня есть те люди, которые меня знают, но кто-то и не знает. Найдете, в общем, обо мне информацию и захотите. У меня очень много лекций на тему здоровья, очень важных. Я сегодня обязательно буду давать вам некие такие ссылки, потому что, ну, представьте, тему, которую мы сегодня поднимаем, она крайне объемная. Она сразу перекликается с системами органов тканей, там, с лимфатической и прочей системами. И у меня есть по этим системам лекции, где я также как бы там даю обратные наметки, связь, нюансов всех, чтобы у вас сложилась полная картина мира, как мы устроены, как происходят эти процессы биологические, как связь питания нашего адекватного или неадекватного с болезнями, да, как дополнительно на это все, на наше с вами здоровье, либо болезни, наоборот, влияют грибковые инфекции, паразитарные, вирусные, которые я недавно лекцию провел. Паравирусные инфекции можете увидеть у меня там, в блоге найдете. Очень много по онкологии, несколько лекций, но сразу скажу, что тема грибковых заболеваний с онкологией связана напрямую. Сегодня был уже в чате, я включил заранее чат сегодня, видел вопрос. И давайте договоримся вот еще о чем. Вы сейчас пока в чат ничего не пишете, потому что я переключу вас скоро на презентацию, мы пойдем по грибковым инфекциям, а в конце я буду отвечать на ваши вопросы, и вот тогда я вас попрошу, а теперь пишите свои вопросы. Во-первых, часть из тех вопросов, что вы сейчас хотите задать, ну как бы в процессе лекции отпадут сами с собой, часть вопросов, новые какие-то возникнуты, вы их укажете. А новых людей я очень попрошу, вы тоже нам с организаторами помогите, если будут подсоединяться сейчас новые-новые люди, вы тоже им скажите, давайте, пожалуйста, просили в конце. Итак, орг-момент таков, смотрите, сначала сейчас я еще вам расскажу водную речь, так сказать, да, свою. Кое-что по паразитам сейчас скажу, потому что видел письма в чат, и я хочу акцентировать сейчас внимание кое-какое. Потом я переключаюсь на лекцию по грибковым инфекциям. Когда-то с этой презентации была моя лекция по грибковым инфекциям, очень длительная, более 4 часов, вот таким темпом, как я сейчас говорю, ни одного слова лишнего. То есть ее можно на 20 растянуть часов, но просто я говорю вот так, быстро, слаженно, четко, вы ее обязательно потом пересмотрите. К ней я буду сегодня несколько раз вас отсылать, потому что невозможно рассказать все сегодня за 2-3 часа. Теперь, то есть какие лекции я буду отсылать, я очень настоятельно рекомендую их обязательно потом найти легко в моем блоге и посмотреть. Далее, в конце сегодня нашей лекции, перед ответами на вопросы, я вам расскажу, поставлю вторую презентацию и покажу уникальные, как бы так сказать, такие, расскажу о плесневых и дрожжевых некоторых грибках, которые вокруг нас, которые вы видели на овощах пораженных там и прочее, прочее. И я расскажу то, о чем почти никто не говорит, как эти, казалось бы, безобидные грибки, которые часто мы боковинку срезаем, а остальное едим, если правильно, как влияют и какие заболевания, в том числе многие онкологические, вызываются теми или иными конкретно видами грибков. Потому что у меня была лекция по онкологии, где я объяснял, что вот те самые грибы микромициды, низшие грибы, да, плесневые и прочее, они и являются перерожденные, когда в определенную форму стадию существования вот этими целей грибов, они и являются онкоклетками по своей природе, по своим реакциям, по своим влиянию, как вот химия, после химиотерапии идет последствия. То есть сначала сильное уничтожение колонии как бы на 70%, иногда 81% химия дает эффект, а потом бессмысленно с третьей где-то, ну второй, третий, потому что резистентность возникает, эти цитостатики уже не проходят через эти мембраны. На любую реакцию грибы реагируют бурным ростом, чтобы сохранить себя, так же, как грибник, когда срывает грибы, шляпки вот эти, то есть половые части мицелии, вот эти вот, так называемые половые вот эти органы, они, высшие грибы, так сказать, вырастают. Принцип тот же. И не поняв этого, а в онкологии очень многие ученые, врачи не понимают, у них очень много белых пятен, то есть они не могут ответить на десятки вопросов. То есть когда, и вот я не буду сейчас про это ничего говорить, про онкологию не буду, ну может быть, коснусь где-то. Так вот посмотрите мою лекцию, кому интересно, которую я не так давно записал, в блоге она есть, про онкологию и грибковые инфекции, я там и даю общую методику, как в целом идти нужно, от чего отталкиваться, так сказать, и прочее. В своих методиках, я еще наперед забегаю, я всегда рассказываю не какой-то волшебной палочки, волшебной пилюли, я говорю о комплексе мер. Хотя иногда, и вот сегодня я тоже скажу, бывают и волшебные пилюли, но это всегда комплекс мер, это системный подход. А теперь давайте я вам расскажу и приступим к нашей теме сегодняшней. Я видел, и сейчас это в чате ушло, но я по памяти, одна женщина написала. А вот по паразитам, дочка вроде бы у нее или сын, но в общем ребенку пять раз делали анализы на паразитов, не нашли, потом случился аппендицит, аппендикс удалили, и врачи обнаружили, говорят, причиной являются паразитарные инфекции. Женщина спрашивает, а как обследоваться и так далее? Во-первых, давайте так, то, что скорее всего было и привело, это либо, значит, острицы, энтробиоз заболеваний называется вызванной острицей, но 95% детей есть острицы в той или иной количестве и так далее. Это же другой вопрос, кому как повезет, где какие последствия будут. Или это аскориды, которые иногда, я так скажу, когда даже дети задыхаются, трахею вырезают трубку, вставляют, чтобы ребенок хоть как-то не отложен, и бывает оттуда паразиты выходят, то есть мигрирующие формы определенной стадии личинки. Например, таксокары, это собачьи аскориды, особой стадии, даже на глазном дне паразитируют, потому что там много бета-каротина. Я подробнейшим образом об этом, обо всем рассказываю сегодня, не хочу пока, если останется время, буду отвечать и на эти тоже вопросы, но хочу вас отослать к моей лекции, которая была еще записана 13, по-моему, мая, 13 либо 14 года. Найдите ее у меня в блоге, посмотрите, там она 4,5 часа, я подробно говорю, но тем не менее остановлюсь об острицах. Вот говорят, не обнаружили их, не могли в анализах, потому что врачи сейчас, к сожалению, я не знаю, просто, понимаете, я вот с одной стороны как будто специально ругаю, чтобы себя хвалить. Нет, просто, ну как вам объяснить? Понимаете, когда ребенку ставят, например, вот найдем так издалека, это важно объяснить, чтобы вы понимали, вот ставят, например, железодефицитная анемия, скажем, диагноз. Если этот врач, который поставил после анализа, так вот железодефицит, анемия, железодефицитная, так сказать, и сразу прописывает, там мясо, печень есть, но не говорит, срочно бегите сдавать анализы на аскориду, таксокару и на некоторых других паразитов. Если это так происходит, называется это профнепригодность. Таких врачей надо гнать поганой метлой, как говорится, потому что не может быть у ребенка, не может быть у мужчины, но если он хоть что-то ест, никакой железодефицитной анемии. А если она есть, 99,9% что есть паразиты. Например, аскорида маленькая сосет 30 мл крови в день. 30 мл, 10 аскорид 300 мл, вы понимаете? А заразиться элементарно. Как происходит заражение, правила гигиены и прочее, я рассказываю в той лекции, которую я вас отослал, обязательно ее посмотрите. Теперь, тоже такой же пример с острицами. Смотрите, как делают на яйца глист, дают анализ. А вы знаете, как правильно делать? Это вообще-то врачи должны знать, но вы тоже, чтобы вы… Это делает, во-первых, цикл может не попасть, потому что раз в 21 день самка выползает из анального отверстия, откладывает яйца у ребенка или у взрослого, неважно. Если не попасть в этот цикл, очень большая доля вероятности, что и не найдут. Потом, надо стеклянной палочкой на глицериновый делать соскоб глубокий, на глицерин обязательно, значит, через 7 дней, 3 раза, 3 подхода. Вот так делается правильно глубокий соскоб на, так сказать, вот именно энтеробиоз, понимаете? Врачи так не делают, как правило, медсестры, ну понятно. Вы должны знать, вот почему не обнаружили. Потом, иммуноферментный анализ крови, абсолютно точный анализ, помимо тех видов, вот на яйцеглист, что можно обнаружить энтеробиоз, да? А как обнаружить эхинокол, другие заболевания, там, акистаркоз? Конечно, нет. Поэтому есть иммуноферментный анализ крови на антигены, к антителам, тем самым, тех паразитов, которые вы хотите определить. Не только паразитов, и вирусы, и грибки, и бактерии. Это очень точный, хороший анализ. Говоря о грибках, о многих плесневых и дрожжевых грибках, все показывает наш рот, со слюны, анализ слюны. Но об этом я еще сегодня поговорю. Итак, я объяснил, почему вот так вот и почему. Некомпетентность, потому что сейчас, чем дальше, а тем более сейчас растут врачи, которые выросли на ЕГЭ, ну, собственно говоря, что будет дальше, это просто жуткий ужас берет. Если уже даже те врачи еще там 40-50 лет, кому уже ничего не понимают, не хотят, потому что не хотят развиваться, повышать квалификацию. Не на бумажке, это, как говорят, сертификат на продукцию есть. Я просто смеюсь над людьми, что вам даст этот сертификат? Просто психологическое какое-то успокоение ваше? Ну тогда, да, биосертификаты на продукцию, они ничего сейчас не значат. Я в этой сфере работаю, я просто изнутри. Это глупость, это вот рассчитано на самоуспокоение. Только дело рук утопающих, самих утопающих. Все, теперь давайте так. Значит, ладно, с этим понятно. В двух словах, теперь, вопросы, пожалуйста, сейчас не пишите. Я чат сейчас как бы удалю, ну, уйду с чата, не буду видеть ваши вопросы. Я обязательно отвечу вам в конце нашей встречи. А пока давайте я вас переключу на презентацию. Значит, по паразитам постараюсь я сегодня темы не касаться, потому что иначе мне просто, ну, как бы это сказать, я не знаю, как осилить все, что мы должны с вами сегодня по грибковым инфекциям. Потому что я хочу особенно вам сказать то, что нигде и никогда я не рассказывал еще в других лекциях своих. Все, что связано с кожей, экземы, нейродермиты, цириазы, это все проблемы грибковые плюс ослабленный иммунитет, а потому как грибки и берут верх только когда иммунитет ослабевает. Почему ослабил иммунитет? Это от питания до антибиотиков там и до прочих факторов, да? То есть мы с вами максимально, я вам попытаюсь так объяснить, чтобы вы вот просто поняли все. Теперь смотрите важную вещь. Есть такое хорошее русское выражение. Предупрежден, вооружен. Вот я вам сегодня хочу дать оружие в ваши руки. Оружие с невежеством против невежества, глупости, мракобесия. Оружие против предвзятостей, против, знаете, как зарывания головы в песок, чтобы не видеть проблему. А бояться не надо. Надо, как говорится, предупрежден, вооружен, хочешь мира, готовься к войне. Знать врага в лицо, и тогда, как говорится, проблем не будет с и методологией, и с победой, и так далее. Поэтому главное оружие в наше время – это информация. А теперь просто для затравки, просто в самом начале. Вот, кстати, многие ведь слушают меня, веганы, сыроеды. Я понимаю, что не все веганы, сыроеды. Однако некоторые, знаете, противники, ну как бы те люди, кто понимают, что все вроде бы правильно, но они, знаете, цепляются за свою куриную ножку, любимую, которую хотят любой ценой в своих глазах, даже ценой глупости несусветной, идиотизма, оправдать свой кусок мяса, там, куриные ножки на своем столе, в своей тарелке, и будут что угодно приводить. Любые безапелляционные суждения, услышанные какие-то там вообще не к теме, ну как бы такие выражения каких-то третьих лиц, которые якобы пытаются, или, по их мнению, опровергают правильность потребления для человека растительной живой пищи, как и должных, как он и есть по строению анатомии и своей биохимии. Но, тем не менее, например, часто приводит такой, говорит, вот, а вот Стив Джобс был сыроед, там умер от рака поджелудочной железы, а теперь внимание, вот прям вот внимание. Во-первых, он не был сыроедом, во-вторых, он был веганом действительно, но умер от рака поджелудочной железы, проборовшись с этой болезнью не полгода, как по средней статистике люди живут с таким заболеваемым, а 7 лет. Да, конечно, потому что он там миллиардер, потому что все возможные официальные методы там и были перепробованы, и еще плюс потому, что он все-таки был здоровее, так сказать, чем все. Вопрос, а почему у него эта проблема? А теперь давайте я вам скажу. Вот то, что в медицине, то, что у людей, которые занимаются, вообще исследуют правильный образ жизни, здоровый образ жизни, уже кто-то разочаровался, потому что видят случаи обратные, когда и у сыроедов, и у веганов может быть вплоть до онкологии, хотя это очень редко бывает, очень редко, но бывает. И сразу же это ерунда, говорят. Нет, дорогой друг, это ты ерунда, а не природа. Потому что природа, природа, а причины всегда есть. Вот правильный человеческий разумный подход – искать эту причину. А вот я вам передаю на конкретном примере. Есть такой плесневый гриб, батритис, например. Это серая плесень всем известная, ну, которая плоды поражает, цветы там на томатах, там, например, на капусте часто, да, на помидорах просто постоянно. Вот кто-то, огородники знают. А теперь внимание, вот мало кто знает, мало кто знает. Кстати, но даже доктора Древней Персии, это и есть в манускриптах, говорили еще об этом и уверяли, ну, правда, называли другими терминами, тем не менее, но сейчас абсолютно это ясно, что наличие в организме, когда иммунитет ослаблен по какой-то причине, вот этого грибка низшего, да, батритиса, вызывает, во-первых, рак желудка, рак пищевода, и, внимание, рак поджелудочной железы, рак крови, и полипы тоже, кстати. Но это мы поговорим немножко позже, в конце нашей встречи, до ответов на вопросы, где я подробно расскажу про то, как те нам известные грибки, которые мы в повседневной жизни видим, вызывают те или иные разные заболевания, чтобы вы знали и знали, что делать, чтобы избежать этого. Так вот, вот я вам так скажу, хоть чем лечить, хоть какую химию врачи будут назначать, если есть этот грибок, не самый, кстати, опасный, однако в организме истекут так обстоятельства, а это, значит, разные факторы, которые мы не можем предусмотреть, никто никогда не сможет, мы только максимальное количество сможем так или иначе, так сказать, значит, сейчас, буквально одну секундочку, мне тут пришли, у меня, видите, параллельно стройки, я, кстати, да, кто видел, в каком бардаке у меня сзади, это я из Пушкинских гор, из своего, кстати, у меня там эко-отель, я там вещаю оттуда, у меня стройки тут идут, он сейчас до сих пор уже сколько вечера, у меня там теплить, рабочие, подожди, ну стой тут, по теплицам рабочие там сзади, вы знаете, что у меня в сегодняшний день двигатели привезли, оборудование разное там для машины, которая раздрамливает древесину, вон там мотоблоки и прочие, у меня завтра, кстати, семинар по зимним садам и теплицам, если кто-то вдруг успеет поспешно до Пушкинских горы, это Псковская область, да, доехать, напишите мне на почту aravanosobakabikey.ru, может еще успеть на мое занятие, завтра после четырех заезд дня, то есть к вечеру, а можно в субботу утром приехать, и в субботу, в воскресенье у меня два дня занятия по зимним садам, теплицам, подготовка почвы, кстати, тут тоже про грибки я вам расскажу кое-что интересное, и вот извините, ко мне подошли, я сейчас одобрить накладную должен, у меня сегодня вот в таком темпе я с утра до ночи, ну давай, давай, извините, сейчас, секундочку, ну и что? Ну как бы, ладно, давай, я потом что с ним разберусь, плати, давай, все, закрывай плотно дверь. А вот, извините, дорогие друзья, значит, просто я говорю, я живу в таком темпе, что 20 часов в сутки, ну, когда-то меньше, 18, но я работаю вот так, как сейчас вам рассказываю, вот мозг человека способен на многое, если его не мутить всякой гадостью, алкоголем, там, прочим, и так далее, да, то есть вот приезжали сегодня ко мне и по срубам, которые меня возят, там, и прочее, тысячи чертежей, всяких там проблем, которых он на ровном месте там устраивает тут, начиная от там компаний разных транспортных, ужас, я вот его 100 проблем каждый день решаю. Сколько? Вообще-то две, но он тысячу еще, ну иди. Три тысячи еще, три тысячи. Это что это такое? Ну ладно, иди, разберемся потом. Вот, извините, все, больше меня не отвлекут, я уже тут дорешал, давайте продолжим. Значит, смотрите, ну так вот, я что хочу сказать, что если, вот, например, и, кстати, я вам потом так расскажу, вообще-то, чем конкретный, вот забуду, скажете, вид наличия вот этой грибковой инфекции, все-таки, тем не менее, лечится, и лечится он только реально, реально, кроме уникальных случаев, когда бывает так, что вот с онкологией с 3-4 стадии люди просто едут, меняя вот психологию установки, не меняя принципиально что-то другое, бывает, и вот уезжают там из города в глухую там тайгу или куда-то, с деревьями обнимаются, там просто вот отдаются, что называется, на волю природы, бывает, проходят и так. Ну там, правда, факторы и вода, может быть, совпадет уникально с определенным физическим, физическим, еще что-то, мы это не знаем, это никто не проверял, но бывает. Но это не системный подход, я же сторонник. Подхода системного, когда мы максимальное количество факторов можем учитывать. Я очень неплохой аналитик, это просто жизнь показывает, потому что более 20 видов деятельности, которые я там начинал, я доводил все до, так сказать, задуманного воплощал, и всегда у меня все получалось, потому что, ну, трудоспособность, упорство и, так сказать, правильный анализ. Ну так вот, системный анализ – это большое дело. И именно тогда мы можем решить проблему с большей долей вероятности, когда мы будем применять методики системного подхода, а не какую-то отдельную волшебную пилюлю. Хотя, кстати, в данном случае действительно есть волшебная пилюля, но это исключение. Так, а теперь давайте идем с вами по порядку. Итак, вот я переключу, ну, вы видите, что микозы – это как бы общее от слова грипп, но имеется в виду микозы. Низшие микромициды, да, не высшие бездельные грибы, а низшие микромициды, вот они вызывают различные заболевания, которые проявляются, в том числе, внешне. Если внешне что-то проявляется, эта проблема внутренняя и всего лишь проявилась внешне. Об этом чуть позже подробнее. Так вот, вот посмотрите на слайд, где какие бывают микозы, вот глубинные, поверхностные, вот те самые язык, это вот кандида, кандидоз. На самом деле системный кандидоз – серьезная проблема этой молочницы, так сказать, и вот язык белый по утрам, серый налет и так далее. Наличие этого гриба тоже вызывает определенные проблемы, очень серьезные. Но об этом чуть позже. Итак, давайте я вам скажу. Вот наш некий такой план, да, мероприятие. Общее положение водной данной я вам сказал. Потом, значит, симптомы, почему возникают, от чего, все это я, значит, разберем. Существует более 500 видов дрожжевых и плесневых, вот этих самых низших грибов, грибков. Очень масштабные, очень проблемные заболевания вызывают. Это надо понимать. Всем известный кандидоз, ну и поговорим о малоизвестных, обязательно, во второй половине только. Значит, что еще очень важно знать вам всем? Бывают случаи. Да, можно убить колонию максимально, до конца трудно подавить. Как правило, применяемые препараты, некто говорит, а вот врачи, и вроде проходило. Но почти все пишут. Временно, потом начинается опять, потом... Потому что, если не изменить первопричины, факторы, которые к этому привели, никогда не побороть. А помните, любые химические препараты, медицинские, у них такие есть, особенно вот в борьбе с грибами, паразитами там. И у этого... Я вот по лекции по паразитам там говорил, я прям называю препарат вермокс, декарис, там прочее, прочее. И говорю, значит, там побочный эффект, вплоть до рака печени. Это там то-то, это-то. Посмотрите лекцию, увидите. Ну, кто-то хочет рискать, можно, конечно. Да, можно убить паразит. С грибками не убить. Вообще бессмысленно. И если только не совпадут те факторы, что после этих убийственных препаратов, во-первых, там более-менее все, так сказать, с печенью, почками, что не всегда бывает, нормально будет. Предположим, еще молодой человек, сильный, бывает так. Некоторые хорохорицы. Знаете, как Федор Григорьевич Углов в свое время великий русский хирург был. Да, многие сейчас пишут там и пишут, что вот хирург, но кто-то выжил, после... ему говорили, ногу отнимать надо. Он не дал отнять ногу, и он выжил. Он выжил, этот человек. И потом всем рассказывают, какие медики, хирурги, идиоты, что вот лишь бы отрезать ногу. Но, он совершенно резонно говорит, но те 99, которые не дали себе отрезать и умерли от гангрены, там от общего заражения крови, других факторов сепсиса и прочее, они, к сожалению, уже не могут ничего сказать. Вот тут, так вот перефразируя на нашу тему, все, в общем, понятно, да? Теперь. Значит, такие причины, как раз на кандилом, попелом, вот все это, это все грибковые изначальные инфекции. Любые опухолевые, доброкачественные, злокачественные, все это грибки. Значит, отдельные особи можно убрать, грибницу никогда. Они могут прорастать в кишечнике, что и есть, на гидроколонной терапии видно, это хорошо, в скопии, вернее, в колоскопии, очень хорошо видно, так сказать, в головной мозг, в бронхи, вызывая постоянные вечные кашли, там по отхаркиванию, похаркиванию и так далее. Значит, особенно, если это там смесь грибковых инфекций, а когда, как в одном фильме, что если одна гидра там, да, вот головой своей, как говорится, прикусывает, то другие доедят человека, но вот то же самое и с грибками. Ну, а дальше уже кожный барьер, пищеварительный барьер, и дальше мы видим, что когда уже лимфатические узлы не могут справиться, как мощные барьеры на пути инфекций, то тогда как раз на этих самых местах, особенно у детей, начинают разные кожные высыпания. И это как раз где у нас коленки, под коленок и чашечкой крупные лимфоузлы, локтевые изгибы, щечки, все, то есть там, где лимфоузлы, как раз все понятно. Это идет уже последняя попытка организма вывести яды, токсины, побороть инфекцию, эти очаги, которые очень близко к поверхности кожи. Но тут уже, собственно, говорит о том, что надо просто срочные меры не мазать гормональными мазями, это убийство, из-за этого надо просто вешать этих врачей, идиотов, которые этим ничего, кроме того, что... Ну, а дальше онкология, лейкоз острый детский, там лейкоз и все, что угодно может быть. Это же просто идиотизм. Какая какая-то маркобесия, это просто. Хорошо. Так, теперь давайте дальше. Ну, собственно говоря, глубинные и поверхностные грибы. Да, все правильно. Значит, системные микозы глубокие убивают иммунитет. Значит, все примерно, о чем мы вот как раз уже поверхностно коснулись. Кроме того, я единственное тут скажу, что бывает так, кожное проявление проблемы есть. Иногда это вызывает не грибковая инфекция, а, например, подкожный клещ, демодекоз, так называемый. Сегодня о нем я тоже там, ну, ну, не то, что скажу, там, в общем, есть методики лечения, но это не у всех есть, хотя у многих на самом деле людей. Тем более, они же про подкожие, про делая ходы, да, они за собой несут другие инфекции, бактериальные, грибки могут ниши те же переносить. Поэтому это может быть и демодекоз, и, конечно же, грибковые поражения уже, вторичные. Вот, они лечатся, значит, все это легко обследуется, трихологи, так сказать, есть на то, хотя некоторые умные, знаете, как некоторые люди, говорят, я хочу обследоваться, пожалуйста, говорят, вы что тут нам указывать будете, мы лучше знаем, там, на что отправлять или как, такие есть умники, но надо, так сказать, не твое дело, ты просто сделай, вот деньги, вот просто надо, надо, вот просто, не потому, что ты мне повелел это сделать, потому что я хочу, я имею право на это, ну, как человек, гражданин, а то есть такие умники, С ними надо разговаривать также, с порядочными людьми, порядочно, уважительно, интеллигентно, с хамами и наглецами на место ставить. Так, значит, теперь смотрите, если здоровая щелочная реакция в организме, если нет излишнего количества яда токсинов, выделительные системы наши работают более-менее нормально, питаемся мы относительно правильно и так далее, то, как правило, до определенной степени грибки, если даже и поражают человека, там язык тот же серый, есть, но мы стареем, не надо ждать, что годы проходят, а мы ничего не делаем, да, наша ленность, главное понять, что это есть, убрать грибки, подавить, укрепить иммунитет можно, комплексы мер, а потом, как говорится, вот на завтра не откладывать, потому что будем откладывать, хуже будет нам только, а лучше не будет. Так, ну вот, пожалуйста, некоторые симптомы, давайте посмотрим, какие, ну, во-первых, наличие грибков в организме, они прям явно показывают, что да, значит, грибки в организме есть, какие, газы, вздутие живота, вот, зуд, это может быть промежности в ушах, так сказать, пятках, чешутся пятки, особенно по вечерам, если на ночь чешется, спина, это точно наличие грибов, да, и сжога там, ну, тут повышенной кислотности, понятно, что обычно люди, которые любят там мясо, воды мало пьют, овощи почти не едят, все понятно. Далее, вот, бывает так, что если какие-то пораженные уже участки, то бывает и кожа поражается безболезненность, это тоже, говорит, а грибка, потому что они вводят анестезиологи, анестетики некоторые виды грибков. Если, вот, мокрота, постоянно откаркивание, все мы говорили, дастоматит, молочность, творожное выделение, понятно, у женщин это 100, ну, понятно, это кандида и еще могут быть другие виды, но кандида точно в этом случае. Вот, почему на языке, потому что лимфа всю ночь как бы собирает, вот, это отработки грибков помертвой, а там очень сильный такой кровоток, и это тоже часть выделительной системы, то есть часть мы видим, часть не, а на языке всегда видно, вот это как бы. Плюс усталость, депрессия, упадок сил, ну, тут могут быть еще вирусы, тут могут быть отсутствие определенных микроэлементов, необходимых для биохимических наших процессов и прочее, но это еще, конечно, грибки, безусловно, влияют на упадок сил, депрессии и прочее, сонливость постоянная там, да. Невозможность, кстати, сбросить вес. Вот даже люди на диетах, они могут говорить, это грибки, однозначно. Далее, причины, ну, скажем так, еще, вот я вам скажу, грибковых заболеваний, которые поражают наш организм, да, во-первых, общее закисление организма, то есть, когда человек ест высокомолекулярные белки, молоко, особенно молочные продукты, первым делом сыр, это самое страшное по этому делу, творог и так далее. Застой желчи по тем или иным причинам, мало воды человек пьет, понятно, что ожирение, зашлакованность организма, плюс какие продукты, такие как страшные, которые влияют на увеличение колоний грибов, которые ослабляют иммунитет, это всякие возможные, ну, скажем так, дрожжи, то есть, хлеб дрожжевой, там, кефир, все, где есть дрожжевые грибки дополнительно, они усиливают процесс, и уже другие виды грибов тоже существуют. Термофильные дрожжи, ну, это вообще страшная вещь, я надеюсь, вы про это знаете, и, собственно, дрожжевой хлеб вообще есть нельзя. Хлеб вообще лучше не есть, вареные крахмалы, то, что является очень хорошей пищей для грибов, кстати, если уж грибки есть в организме, то временно, на период лечения. Даже сладкие фрукты, хотя это, конечно, все натурально, естественно, стоит придержать как можно меньше, а больше зелени, соков овощных, а не фруктовый максимум от морковной, кстати, действительно, потому что в нем, например, много меди, а медь, цинк, от чего и состоит слово медицина, медь, цинк, это важнейшие для иммунитета минералы, которых, конечно, не хватает современному человеку из современной пищи, и это очень важный момент. Ну, о минералах я подробно во многих лекциях говорил не буду, сейчас, если надо, будет пояснить. Будут ответы на вопрос, тогда там. Что касается, значит, кофе, всяких пирожных синтетических, это все, конечно, надо исключить. Значит, кислая пища, уксус там, горчица, это все понятно. Дополнительные факторы, влияющие, это грязный воздух, плохая экология, тут все понятно, это все, что влияет на ослабление иммунитета, да, сухой или слишком влажный, особенно влажный воздух в помещении, когда просто плесневые грибы могут быть вплоть до стергелеза, да, и, ну, собственно говоря, запыленность. Гигиена очень важная штука, да, поэтому посещая бани, душевые какие-то гигиенические общие кабинеты, индивидуальная обувь, стерильная, значит, там клеенки, все что угодно индивидуальные, очень серьезно к этому подходите, да, гигиена одежды, своей личной, тем более, если я говорю общие общественные места. Вот это все как раз вот пути, да, пути через постельные белье передачи, через ручки дверные, поэтому там, я не знаю, это не так проблемно, это не, это как сказать, вот как же жить, кто-то скажет, ну как жить, ну зубы чистите, это нормально, вы не мучаетесь от того, что надо, вот то же самое, ну протирайте иногда спиртом дверные ручки, но ведь это все, правила, прошпаривайте хорошо, кипятком проглаживайте белье, азонаторы у кого-то дома есть, прекрасно, азонаторы включайте в помещение, проветривать хотя бы, влажные уборки, ну чтобы сухо потом было, да, так сказать, парогенераторы, там обрабатывать какие-то вещи, все прекрасно, это действительно те реальные меры, которые помогут, ну естественно, не такие уж и сложные, хорошо, какие еще там могут быть симптомы, ну вот допустим, мы с вами рассмотрели, ну давайте еще вот посмотрим, вот посмотрите, еще какие симптомы могут быть, да, начиная вот, как мы уже говорили, от зуда в любом месте, в ухе там, прочее, это характерные признаки наличия грибков, до, вот частое мочеиспускание, порой очень многие мочеплопциститы и прочее вызываются грибками, вообще все, что касается там, ИД, вот на ИД заканчивается, все вызывается грибками, когда частные простудные заболевания, у детей ОРСЗ, там ОРВИ, все заложено, там это все тоже грибки, ну и вот, в общем-то, трещины, язвочки во рту, это тоже характерные признаки, идем с вами дальше, да, вот что медики нам, так сказать, вот предлагают использовать вот этот арсенал, это различные химпрепараты, там в виде таблеты, капсул, порошков, это разные, как правило, гормональные или какие-то иные крема, но тут я так скажу, даже не знаю, стоит ли на этом заострять внимание, а, ну, многие люди прошли через это эффекта никакого, либо временный, но куча потом выясняется побочных серьезных таких вот, знаете, проблем, я вам лишь некоторые вещи, ну, наверное, скажу. Так, ну, что вам сказать, ну, допустим, вот крем есть такой низорал, да, в нем содержится кетоконозол, вещество, вызывающее, например, такие мелочи, как там тошнотуру, вот у диареи, там боль в желудке, это из побочных даже, желтуху, гепатиты, значит, дальше что? Снижение коры как раз надпочечников, гипофиза, да, тяжелая почечная и печеночная недостаточность, одновременный, а прием, когда происходит, значит, подторциально, например, различных вот возрастей, особенно в детском, да, ну, дополнительно, вот, я говорю, и желтуха, и бывает трансаминаз печени в крови, там, ну, и куча других, там, вплоть до импотенции и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, ясно. Ладно, хорошо. Ну, например, есть такой лауринсульфат, да, его в гелях, в шампуне часто, он истончает волосы. Кстати, вызывает перхоть, потому что на любое воздействие на грибные колонии грибки всегда, во-первых, вырабатывают резистентность, то есть полное равнодушие, и держат препараты уже вторично третичного использования, а дальше они реагируют бурным ростом. Перхоть называется грибками, ну, мы дойдем до этого с вами обязательно, вот, и так далее. Так что, например, какой-нибудь клонтримозол, например, ну, я не знаю, он подавляет активность, например, пероксидаз, в том числе в митохондриальных, то есть, ну, в митохондриях, а это энергетическая станция организма, ну, там вплоть до разрушений в большом количестве, ну, то есть, там серьезные проблемы могут быть, вот, есть вообще цитостатические, там, которые даже при противопоказанной, и даже в определенных случаях, но при беременности там все почти противопоказано, это понятно. Хотя, знаете почему? Раньше-то не было, например, такой препарат, метотрексат, например, а дело в том, это вообще действительно цитостатик, и он вызывал гибель плода причиной врожденных уродств, и его вот беременным запретили, как бы, в указаниях, ну, нормально, а то есть остальным можно, да? Ну, в общем, давайте я другое не буду говорить, значит, у меня есть лекция по грибкам, четырехчасовая, подробная, по грибкам, найдете у меня в блоге, вот там я просто подробно, там, Клеранс, там, дорогие препараты, например, Энбрель, есть такой, по-моему, в Израиле его делают, я вам подробно все это рассказываю, значит, прям вот подробно, побочные действия, и вот что на практике это вызывало, что даже пишут сами на этикетках товарищи, вот, а тем не менее врачи советуют, но люди бездумно принимают, да? То есть до такого абсурда дошло, потому что я еще раз говорю, невозможно грибки просто так вылечить, ну, никакими препаратами медицинскими, это глупость, потому что есть причины, первая причина, почему они побороли иммунную систему и проявились активно, то есть уже человеку это очень большой свисток, что нужно что-то срочно делать, а мы что, загоняем проблему внутрь, кожа очистилась, вроде ушло с кожи, а внутри, товарищ дорогой, ты исправил проблему внутри, кожа загнать, можно гормонами или чем-то убить, там, внешнее проявление иногда на время, но очень понятно, вы теперь это понимаете, я так вроде так агрессивно говорю, но потому что, слушайте, это же надо понять, это уже действительно перебор. Так, ну, вот письма людей можете, ну, так, некоторых людей, что вот, пожалуйста, таким-таким, кто-то пишет, что просто годы и все бессмысленно, выпила кульчу лекаря, некоторые пишут, как они убили печень и почки свои, вот, пожалуйста, там дальше, да, в общем, вот тяжелая тема, ладно, не будем об этом, потому, ну, я думаю, вам это понятно, не будем просто на этом реманничество заострять, давайте вот так, что у нас там, а, да, перелеснул, перелеснул, извините, вот, виды формы грибковых заболеваний, ну, в общем, вот понятно, я говорил уже, что более 500 видов, есть микозы человека, которые, например, относят там к таким-то классам грибов, например, аскомициты, есть, например, деурет, утеромициты, там, это, например, несовершенные, так называемые грибы, ну, не будем это вообще никому не нужно, ну, только специалистам, это знать, просто забивать голову бессмысленно, но, кстати, я в той лекции все-таки говорю, потому что вдруг кто-то, меня смотрят часто и врачи, и биологи, поэтому вот порой кому-то это интересно, ну, я как бы там вот прям подробно рассказываю, например, про кератомициты, которые входят там, например, там лишай, например, вот роговидный, вот, и вызывается таким грибом, это трофические, там, микозы, например, желтый лишай, да, там, или, допустим, черный лишай, вот это все рассказываю, кому интересно, туфо смотрите, вот, поэтому не буду сейчас об этом подробно. Теперь, значит, вот, говорит, экзема, аллергическое заболевание, которое свойственно там, ну, понятно, пузырьки образования, там, это, опять-таки, внешние признаки описывают. Значит, хроническое там какое-то течение может быть, может быть, острое. Вот назначают там гормональный, еще раз скажу, предмезон, там, прочий там, например, дексаметазон, например, и другие препараты. Вот, в общем, хотя всего лишь здесь нужно принимать просто нормальные меры по изменению образа жизни, питания и подбору природных средств. Вот я вам, давайте, такой пример приведу, прям сразу сходу, пока вспомнил. Я занимаюсь очень серьезно в свое время, там, профессиональной аквариумистикой. Я там разводил даже редкие виды скатов тресноводных, которые, там, некоторые первые в мире разводил, например, оторонга, ягуаров, там, и так далее, да. А им через мои руки огромное количество прошли рыб, у них болезни больше, чем у людей, все сложнее в водной среде, чем в нашей наземно-воздушной. Так вот, и, в частности, были многие очень серьезные заболевания, смесь вирусно-грибковых и бактериальных, включая, там, туберкулеза, микобактериоза, которые вызываются бактериями аэромонус, псевдомонус. Вот, и, вы знаете, вот есть разные антибиотики и прочее. Знаете, какое самое сильное было средство, когда у карпов, у карпов, вот, кое, например, да, прогнивало просто ткани до костей. Вот у меня были бирки там, вот, карповые, прямо, вот, видно, был позвоночник. То есть, там они рыбы живучие порой, да, и можно, иначе. Так вот, я вылечивал это все, например, есть препарат, ну, аквариумистический, это я просто вам скажу для примера, там, фирмы, по-моему, аквариум фарма-ситклсом пускало в свое время американское, где добавлялся экстракт настоящий, да, чайного дерева. Так вот, австралийского чайного дерева – это мощнейший препарат. Кстати, в 40 раз там сильнее, например, тетрациклинового ряда антибиотиков. Хотя, кстати, тетрациклин, накапливаясь в костях, вызывает и рак костей, и много других очень больших проблем. Вот тетрациклиновый ряд – опаснейшая вещь. Но, тем не менее, вот в природе, я к чему это говорю, все есть. Просто люди этого не… врачи этого не знают, потому что не хотят это изучать. Есть у них пособия, есть у них там доплаты, выплаты за… А тем более компания стоит в очередь лишь бы платить, чтобы, так сказать, и вот тут начинается все убийство народа от прививок до бездумных по 20 штук сразу, когда ребенок маленький рождается, и то полукалеки уже, а еще ему и, так сказать, там, вкалывают. Это страшное преступление, за которое надо судить, конечно. Вплоть до того, что вот все есть в природе. А они еще смеются невежды, бездарь и невежды. Народные, традиционные как раз медицины, у них нет традиционные. Им от силы там 100 лет-то нет реально. Фарма, индустрия. А народные, которые, так сказать, действительно опираясь на знания природные, древние, которым учили, были школы, не только у них школы, и были эти школы и столетия, и тысячелетия назад. Тысячелетия, когда о знаниях трав, грибов, высших, значит, обладали и передавали. Это огромные знания, которые десятки лет порой приходится учиться. Но можно, в природе есть все средства. Ведь не даром животные, попадая в дикую природу, понимая, что как надо съесть, только им ведомые, мы эти инстинкты потеряли, эти чувства. А животные вылечиваются. Поели лисичек там, а там оказывается, вот, например, все по весне, то есть по летам, когда лисички пошли, начинают грызть. От мышек лесных там белочек, дуалей, лосей. Почему? А там, оказывается, есть вещество, определенный полисахарид такой. Гиберелин, нет, у вас появился калероз. Ну, неважно, потом скажу название, это ладно. А вещество, которое разрушает даже оболочки яиц некоторых паразитов, не всех, безусловно, но многих. И, конечно, это мощнейшее антипаразитарное средство. Но не панацея, есть комбинации, при которых прям вот, ну, почти панацея, можно назвать. Кроме, конечно, там каких-то случаев эхинококов, альвеококов, там, ну, уже когда финны большие разрастаются, там уже другой вопрос. Вот. Ладно, это так слово я вам сказал. Теперь давайте дальше идем. Ну, давайте так, я подробно про экземы, да, детскую экзему. Вот это вот все рассказываю как раз в той большой лекции, которую я вас отправлю, иначе мы просто не успеем сейчас там рассказать о том, что я должен вам сказать, да. Вот. А там, уверяю вас, сверх подробно. То есть так, что вот просто я даже, честно говоря, зарекал все время, думаю, ну все. Я вот это вот себя с плечей, с плеч свалил этот, так сказать, нож, очень долго готовился по грибковым инфекциям, вот эту суперлекцию провел, думаю, ну все, больше про это не буду, но вот сейчас чуть-чуть приходится, видите, касаться. Ладно. Потому что, да, детские экземы, особенно мокнущие, там, герпесом вызываемая, так называемая, герпетическая сухая, но всегда в основе грибы просто могут быть, например, еще и, допустим, вирусные, всегда, когда иммунитет слабевает. Понимаете, вот я вам даю такую вещь, вот паразитам, именно паразитам, гельминтам, это черви, да, круглые, там, плоские и так далее, да, вот это все, что я в самом начале говорил, от астриц, начиная до, там, каких-нибудь бычьего цепня, вот им на иммунитет наплевать. Вообще не важно, какой у вас иммунитет, потому что это сложные многоклеточные существа с мощнейшими многослойными оболочками внешними, которые там защищены, вплоть до, там, от желудочного сока даже не поможет, да, от нашей кислой среды по многим. Бессмысленно. Так вот, им плевать на иммунитет, а вот вирусы, грибки, бактерии, вот туда наш иммунитет, то есть это как работает иммунная система. Кстати, сразу вас отсылаю к моей лекции, одну из последних, найдете в блоге по вирусным заболеваниям, потому что там я рассказываю, именно как устроенной работает и функционирует иммунная система, что такое лейкоциты, какие виды лейкоцитов существуют, кто с чем борется. И там уж нельзя было не коснуться тоже и онкологии темы, и там про грибковые, потому что это все взаимосвязано. Поэтому вот посмотрите эту тоже обязательно лекцию. Так, идем с вами, ну, в общем, давайте сейчас дальше. Что-то я себе тут пометки делал, на чем сосредоточиться. Вот нейродермит, контактный дерматит, вот тут четкие типичные фотографии, есть определенные представители, так сказать, типичные, чем и как. Кстати, контактный дерматит, вот тут интересная вещь очень. Это тоже связано, вообще это, конечно, автоиммунные заболевания. Тут уже это связано с поражением определенных, как вот в случае с сахарной диабетом первого типа, когда астравки лонгерганца уничтожаются нашими же клетками иммунной системы, потому что их принимает организм за очень похожее по строению аминокислотному составу структуры этой белковой молекулы, сложной как белок молочный, козин, там, коровьего молока, козьего и так далее. Вот тут просто иногда принимают свои клетки за чужие. И иммунитет, иммунная система, клетки иммунные, телейкоциты, там, лимфоциты, телейкоциты, они уничтожают свои клетки, те или иные. И вот это и называется автоиммунные заболевания. Таких много очень. Это и там какой-нибудь, ну, скажем, некоторые считают даже псориаз, как Аганян считает, автоиммунно, в принципе, отчасти. Это, конечно, правильно. Плюс там рассеянный склероз, сахарный диабет пиротипа, там, какой-нибудь ревматоидный артрит, муковый садоз, там, витилиго, который на коже тоже. Это проблемы с печенью, как правило, в присутствии обязательно цитомегаловируса, но не только это, это тоже сложное автоиммунное заболевание. Так, значит, далее. Ну, что тут я сейчас скажу еще? Давайте так пойдем немножко дальше. Вот, пожалуйста, популезный дерматит, да, популезный черный дерматит, атопический дерматит. Ну, одно из самых распространенных там, особенно детских заболеваний, так называемого, аллергического характера. А аллергия – это аллерген, это антиген. То есть есть реакция на какой-то чужеродный белок, попавший в организм, понимаете? Всегда принцип аллергических реакций – это либо посредством какого-то возбудителя, который провоцирует, но это всегда некий след, пусть даже не типичный в данный момент носитель, но это волновой может быть след. То есть не сразу проходят последствия серьезных аллергических и прочих, так называемых, уходят, когда человек меняет образ жизни, очищает организм, голодание, там, правильные очистительные процедуры, правильно меняет образ жизни, питание у него через год-два, у кого-то как раньше, быстрее, позже, но проходит порой. И вот, если правильно себе человек делает, там, повезло в какой-то части процента и так далее, у него проходит вроде как все, все, но не сразу. И у меня в свое время тоже, когда я на веганство перешел, не сразу проходил. У меня от холода были такие пятна красные на лице. Это уже вот все то, что одних из характерных проявлений грибковых инфекций, наложенных на что? На ослабленный иммунитет, потому что мясо, потому что животные белки, потому что окисление организма, соответственно, шлаки, токсины и трупный яд, кадавирин и прочие в организме накапливаются. Это приводит к очень многим проблемам. От гастритов до, так сказать, тоже вызываемой многие отчасти грибковыми при очень кислой среде в желудке. И когда все-таки закисление происходит в 12-перстнике, в кишке должна быть всегда щелочная среда. Ну ладно. Так, значит, ну, атопический дерматит в двух словах. Так, что это зуд, да, характерный такой, особенно в ночи, высыпание, это уже вторичная инфекция. Природа, конечно, так называемая вот эта самая аллергическая. Это все на животные белки изначально. Либо через материнское молоко идут яды, токсины и продукты распада, либо говорят, откуда вообще у грудного ребенка не должно ничего быть. Ну, если есть, проблема через молоко материнское. Да, конечно, потому что, ну, к сожалению, не все заранее понимают, принимают меры, которые практически на 100% могут гарантировать, что мать прекрасно выносит, родит легко, без боли, без проблем, без анемии своих, без... И у ребенка будет здоровый, прекрасная кожа и прочее. Не так бывает редко, потому что, к сожалению, слишком далеко мы отошли от природы, слишком доверились врачам, у кого те же самые проблемы, да еще в большей степени и так далее, и так далее. И это не решение проблем, там, значит, они сами не понимают, поешьте это, а попробуйте кремы такие, мази такие, ну и вот понеслось, поехали. Ладно. Так, значит, очень подробно я рассказываю о топическом дерматите в той лекции, поэтому давайте отсылаю вас туда. Вот сиборийный дерматит, сегодня мы коснемся как раз, что не только определенные бактерии, например, такие, извините, бактерии, грибки, разумеется, например, такие, как фитораспорум, вызывают, значит, ну и смежные. А что они еще вызывают, помимо перхоти, какие проблемы, это я вам расскажу в конце, о чем обещал, потому что там вопрос серьезнее на самом деле, что не только могут вызывать то, что мы видим внешне, а и то, что только с прошествием десятилетий изучений серьезных, медицина и особенно именно биология, микробиология пришла к этому, поняла взаимосвязи, очень серьезных заболеваний, потому что раньше не понималась природа, почему и как. И тут в основном, конечно, это доля проблемы, это питание неадекватное и поедание вот именно животных белков, высокомолекулярных. И наложение на эту проблему, как вторичное, это грибковые поражения, те самые, которые могут через годы проявиться, некоторые не проявляются вообще, ну а некоторые проявляются так, как вот роговевшие частички вот эти смешанные с жирами образуют чешуйки, которые осыпаются в виде перхоти, да, например. То есть это как раз грибок, он поедает жиры, обитает в кожном покрове, выделяет кислоты, которые воздействуют на кожу, которые вызывают вот этот зуд и прочее, и прочее, да. Вот, пожалуйста. Ну хорошо. Ладно, значит, подробно, там прям вот вплоть до, там, ну, разные виды и лишаев там, разноцветных там, и сиборийных, и прочее, все я объясняю подробно в своих соответствующих вот той лекциях, о которой я вам говорил, так что сейчас мы это касаться тоже и не будем. Вот псориаст, регущий лишай, да, ну тут вещь такая серьезная, она, конечно, касается вот уже это, ну, далеко, понятно, не всех людей, однако вот есть такая проблема, поэтому я не буду сейчас касаться этой темы из-за того, что, во-первых, она не такая распространенная. Ну, кстати, единственное, что, дайте, что стоит сказать, я скажу, что псориаст, очень часто, конечно, это коровье молоко, это причина, как бы, диатез. Я вот буквально секундочку, меня тут очень люди прорываются. Секундочку, я сейчас им прямо отписываю, чтобы не тревожили меня. Так, вот, тут есть другие проблемы еще всегда при псориазах. Помимо прочего, это дефицит воды, это какие-то там, ну, это, понимаете, псориаз – это внешнее проявление интоксикации организма через лимфатическую систему. Вот что это такое. Лимфатическая система, напомню, или для тех, кто не знает, скажу, что это канализация нашего организма. Она берет начало в межклеточном пространстве, где клетки обмениваются питательными веществами через кровь, да, посредства крови, которые приносят кислород, питательные вещества. И через межтканевую жидкость, вот эту межклеточную, через мембраны клеток полупроницаемые идет вот этот обмен. А в эту среду, вот в эту межклеточную пространство, выходят из клеток продукты распада клеток. И потом в маленькие лимфатические сосудики, потом протоки. Это все яды, токсины, отходы, продукты метаболизма выходят и выносятся куда? Вот они должны выноситься в толстый кишечник, но и не только. Вот язык, азыковая полость – это легкие. Там есть определенные места, где как раз вот как бы очищает организм себя, да, через выделительные системы наши, смежные с ними лимфоузлы крупные. Кстати, две трети лимфоузлов находятся вот вокруг кишечника и, естественно, потому что… Но не всегда, если кишечник грязный, если толстый кишечник, забитые проростки, вот грибы, кокандиды, если там халовый камень, если там слизь накопленная, так сказать, в процессе малоподвижного образа жизни, неправильного питания и прочего прочего, то, конечно же, не могут через вот эти лимфатические сосочки в складки поры толстого кишечника выйти лимфа, вынести ядный токсин. Значит, она идет выше, значит, дальше, а стоячее болото, а там инфекции разоводятся в стоячем болоте, как всегда. Ну вот тут мы имеем вот этот порочный круг замкнутый. Значит, лимфатическая система работает, если мышечные сокращения активны. Поэтому очень важно двигаться. И это беда, когда человек на стуле сидит целый день. Лимфатическая система не работает. Почему у спортсменов при неправильном даже питании порой? Очень. И кожа хорошая, и все. До поры, до времени. И здоровье, потому что у них очень хорошо, они себя очень сильно убивают, но не очень хорошо очищают себя, потому что при такой хорошей работающей лимфатической системе, активной работе кровеносной системы, сердце толкает, это все-таки порой частые сокращения провоцируют больше ускорение обменных процессов. Но это и плохо тоже в том числе. Но и хорошо, потому что очищение лучше происходит. Пока он занимается спортом. А вот когда человек перестает профессиональным спортом заниматься, а питание, то неправильное, если оно неправильное. Сейчас многие переходят на адекватное питание. Очень. Вот есть марафонец, один спортсмен за 12 часов 186 километров. Он, рекорд Гиннес сейчас его вписывает, сыроед, фрукторянец и так далее. То есть сейчас уже многие, а я многих знаю спортсменов, общаюсь с ним, вот легкая атлетика, где там вот уже не могут, вот за препаратами очень сильно следят, не дают, понятно, да? И вот только тогда можно выиграть. А там на выносливость особенно где-где, только человек меняет питание. Там почти все либо сыроеды, либо близкие к этому. Иначе невозможно, иначе просто невозможно переплюнуть рекорд того, кто на этом питании. Потому что гораздо легче работает мышечная система, меньше продукта распада, медленнее человек устает, больше у него энергии, сил и, естественно, результаты и в спорте. Поэтому сейчас сильно в спорте меняется. Но раньше, да, и человек часто переходит из спорта раньше, а ел там все подряд, он штангист, особенно черная икра с утра, да, там им прям полагалось. Посмотришь, как свиньи, я извиняюсь, но во что превратился человек? Жир. Мышцы какие-то есть, но даже не рельефные, как стоят, как бочонки. Но пузо на бекрень подвязанное, так они уходят из этого спорта, они умирают там в ближайшее время, и очень часто либо инфаркт, инсульт, либо онкология. Ну, естественно. Естественно, потому что всему есть причина и следствие. Хорошо? Так, поэтому, да, у меня есть такая лекция, называется «Вода. Лимфатическая система почки». Вот найдите и обязательно ее посмотрите. Там подробно про лимфатическую систему. Кстати, там же, ну как не коснуться и кровеносных. Хотя у меня есть отдельная лекция, но там тоже. Я всегда говорю в связи, и вот даю такие, как бы, переходы для понимания, чтобы, так сказать, человек мог подробнее понять, как устроен организм. А поняв, принять меры, какие он сочтет уже нужным там. Так, ну, стрягучий лишай почек за разные, понятно, заболевания, да? Ногтей, волос, возбудителем являются там, опять-таки, патогенные грибки, микроспорум. А вот для глубинных микозов, значит, ну, что тут? Характерно особенно поражение, как бы, бронхолюбочной системы, почки, мочевой пузырь и так далее. Глубинные микозы вызываются вот часто дрожжеподобными грибами, такими, как, например, кандида. Вот, плесневыми, это плесневые микозы. Например, двуфазными, там это, например, такие, как, например, белоидный бластобикоз, например, скажем, и так далее. Но да ладно. Вот, грибок, что касается стоп, так, стоп, это мы сейчас с вами, секундочку, я вам покажу. Вот грибок стоп и молочец, мы так объединили эти кадры. Молочец – это та самая кандида, это грибковое серьёзное воспалительное заболевание, которое поражает и кожей, и слизистые оболочки внутренние, наружные, начиная от кишечника до, там, половой сферы, очень серьёзной, кстати, половой сферы, и многие проблемы из-за неё. А то есть не только то, что там, это, говорит, мешает жить, выделение, сыпи, боли, пощипывание, это всё ерунда. Важно другое, то есть там вплоть до серьёзных проблем. Ну, не буду забегать вперёд, об этом я потом расскажу. Да, конечно, есть примитивные меры, такие как, вот, кстати, перекись водорода, которым можно полоскать и рот, но всё это можно внутрь принимать. Есть даже методики, там, капельницы, перекись, это я вам только не советую, это надо со специалистом только. Но есть такие. Масло душиться помогает, да, в какой-то мере. Экстракт пихты, кстати, очень сильно помогает. Это хорошее, сильное антигрибковое средство в комплексной методике при изменении питания, при ощелачивании организма, очень сильно влияют, да. Теперь. Такие продукты, как хрен, чеснок, лук, безусловно, вплоть до лука-порей, там, любой, это испокон веку. Они удерживают рост грибов, то есть не подавляют. Да, медная посуда, медь, потому что вот я часто рекомендую, мы даже пришлось заняться, ну, у меня один из видов деятельности, бизнеса, так называют. Это вот органические продукты питания, кстати, вот в Пушгорах у меня, то, что здесь сейчас тоже я строю активно тепличные хозяйства, грядки и прочее, у меня тут это кипит, бурлит. А в эко-поселении, кстати, основателем которой я являюсь, в Картошный, Псковская, извините, уже Тверская область, Рожевский район, там у меня и стоят давно тепличные хозяйства и прочее, прочее. Ну и, в общем, безусловно, вот мы выращиваем там все эти продукты, значит, я всегда советую брать вообще, конечно, по возможности, либо самим выращивать, да, либо экологически чистые, покупать у людей, кому вот не бумажки, а вот кому, вы точно знаете, там, честного фермера найти или есть от биомагазина, ну, кто хочет, в общем, тот всегда найдет. Вот, и очень важны средства, которые дает природа, ну, в частности, вот как раз тот самый крен, чеснок, лук и так далее, который вот можно выращивать, спокойно потреблять, но это не панацея, они сдерживают. А что касается меди, медной посуды, вот нам пришлось даже ввести из марки М1, это по ГОСТу, это только у нас в России производится марка М1, это 99,9% содержания чистой меди. Кстати, раньше врачи, еще дореволюционные медики, ученые обнаружили, что на медных рудниках у каторжников, у заключенных нет онкологии, а оказывается, подавляя грибки, а медь подавляет грибы, как раз та самая, вот еще один камушек на чашу весов, который уже давно переполнен абсолютными фактами, доказательствами абсолютными. Можете мою лекцию посмотреть, я там рассматриваю все виды причин рака, от вирусных до трихомонадной свящевой, до там слезевиков, там, да, все, что вы можете назвать. Это вот в лекции по онкологии, по последней, там, по, значит, найдете. Вот, и я поясняю, почему все-таки именно грибки. Вот поэтому, да, это не значит, что кто будет из медной посуды пить, рака никогда не будет. Это значит, что очень сильно уменьшится процент. Но помните, это неорганическая медь, это очень хорошо, как противогрибковое средство, но та медь, которая будет участвовать в биохимических процессах, так же, как и цинк и прочее, можно получить только если эти минералы, микро-макроэлементы, находятся в органической, связанной форме с другими органическими молекулами, в виде из тела растения, ну или животного, конечно, это надо сырое животное съесть, но это только по минералам проблемы не будет, будут другие проблемы, по белкам. Но это уже отдельная тема, это кто не в курсе, не в теме, посмотрите мою любую вводную лекцию на тему адекватного человеческого питания, причин и следствия тех или иных болезней вообще в целом. Там я разные рассматриваю факторы, но питание как главный из них. И вот, значит, тут, почему я говорю, в комплексе надо это всегда рассматривать и понимать, как устроен наш организм, так будет понятно. Я даю эти знания простым, доступным языком, будет понятно, как все это происходит. Просто кто не в теме, начните с любой вводной лекции, потом о пищеварении посмотрите, а дальше все, что я рекомендую тут, тогда вы просто будете понимать с полуслова, о чем я говорю, хотя я и сейчас пытаюсь достаточно просто описать это. Так, значит, масло, чай, дерево, все, что я говорил, это прекрасно. Потом, например, масло кокосовое, оно и в пищу полезно, и внешне протирать можно, кстати, внешне, если есть серьезные нейродермиты, какие-то там, например, мучают. Прополис, прополис, во-первых, обезболивающее средство, во-вторых, спиртовая настойка прополиса, особенно сильная, 50-процентная, мы, кстати, делаем такие, сложно ее сделать, она как клей. Вот раны, там, ожоги, моментально снимает, но в том числе она глубоко, прополис проникает действительно в кожу, в слои глубокие, и обладает в том числе антигрибковыми, в том числе средствами, да, точечно, внешнее применение. Плюс к тому, обезболивает очень сильно, потому что мощнейший обезболивающий эффект дает. Потом, есть, конечно, делают из корней сосны, выпаривают такой типа дегтя, но это такой вот как бы, ну, назовем это так, типа дегтя, только дегтя березы все-таки, березы коры берем, а это вот такой экстракция корня смолы, да, корня сосны. Так вот, да, иногда, и это очень сильно помогает, были такие, так сказать, ну, у меня даже, может, она и осталась, не знаю, в общем, хороший эффект. Но это все, понимаете, еще раз говорю, это по помощи, это просто вот как бы подход должен быть, если с кожными проблемами есть внешние проявления кожных грибковых, внутренних проблем, то действовать надо внутри, внутрь препаратами, это грибы, травы, там, и прочие определенные настойки, отвары, так далее, так далее, плюс там, это могут быть препараты уже производимые, определенные, натуральные, там, какие-то, это обязательно внешние, это ванны, компрессы, примочки, это очень бы хорошо пить воду с ОВП минус 100, минус 200, можете, мою лекцию по воде посмотреть, поймете, о чем речь идет, кто не понимает, качественную, понятно, не только химические чувства, но и обладающую физико-химическими свойствами, которые у нас в клетке, все равно, вот, замерялись давно уже данные, что внутри клетки у нас одни физико-химические свойства, воды, воды, а пьем мы совершенно другие, организм должен изменить, он перестроит эту воду, но, наверное, столько может уйти энергии, сил, причем вода еще может работать как окислитель, как свободный радикал, если она, извините, плюс 200 ОВП, значит, это заряд милливольт подойдет, да, вот из-под крана течет плюс 200, плюс 300, а надо-то для организма минус 70, минус 100, и, значит, она, конечно, изменится, восстановится, но она, пока молекулы воды пройдут через организм, через наш, то миллионы клеток, электронов, извините, будут оторваны, чтобы заряд изменить с плюса на минус, и это получается воздействие как раз свободно-радикальное, да, раньше наши предки знали, когда была чистая природа, селились на чистых источниках, чистых рек, уникальных рек, где вода была, кстати, центр долголетия находится именно там, где вода, наряду с другими факторами, именно там, а эти все умники даже не учитывают, это важнейший фактор, где вода обладает вот этими самыми физико-химическими свойствами, такие как электропроводимость определенная, ОВП минус там хотя бы 20-30, а то и больше, коэффициент поверсного натяжения близко к 41 квадратный сантиметр, но это очень текучая вода, просто говоря, напоста, она текучая, то есть легче входит в клетку, выносит продукты распада, доносят питательные вещества, то есть это же все тоже, вот настолько в организме все просто на самом деле, а сложно, ну вот незнание кажется, на самом деле все очень просто, вы просто смотрите, я рекомендую мою лекцию, будете знать лучше любого врача, свой организм просто понимать, да, теперь, ну хорошо, давайте дальше посмотрим, вот кандидоз, ну про него мы в принципе поговорили, вот проявления, те самые белые налеты, не только, это и кожные любые, разного плана проявления, вот вы видите, так сейчас я еще покажу вам кадрами, так, значит, по нему я сверхподробно рассказываю все, сверхподробно и про детский кандидоз, про женский, и про, там, и там атрофические вагиниты, значит, вагинальный герпес даже тоже, так сказать, касается, потому что бывают симптомы трихомониаза у мужчин, трихомониаза у женщин, хотя вот это все как раз вот, надо понимать, значит, что бывают бактериальные еще вагинозы, поэтому я здесь, чтобы не только понимать, а то, знаете, некоторые скажут, но вот не только причина может быть в, там, вот грибках, я говорю, да, могут быть бактериальные проблемы, поэтому я тоже там указываю, более того, даже разбираю стафилококк подробно, как тут это влияет, уреоплазма, такая смесь бактерий и вирус, очень серьезная штука, хламидий, да, там, это тоже все подробно про беременность, что там в этот период, да, вот в той лекции все потом посмотрим, все потом посмотрим. Так, смотрим дальше. Микоплазмоз, ну, вот то, что я, собственно, не хотел бы сейчас касаться очень таких вот сложных тем, хотя вот смесь бактерий с грибом, это такая сложная форма, это есть микоплазма, да, она, ну, знать ее очень важно, вот, вот, потому что вызывает очень большую проблему, если вдруг есть, то есть она, особенно, когда, если беременность в этот период, вот, понимать надо, обследоваться тут несложно, легко, собственно говоря, запускать ничего не нужно, да, знать нужно, это обязательно. Так, хорошо, значит, это ладно. Все, что я говорю, вы только, пожалуйста, не переживайте, что чего-то я сейчас не сказал, вот то, что я упомянул, но не стал подробно разбирать, это просто потому, что, ну, невозможно, иначе только об этом, что повторять лекцию, зачем? Вы ее посмотрите, она в свободном доступе, никаких проблем, зачем сейчас на это время терять? То есть вот это подробнейшим образом я все рассказываю, да? Так, значит, теперь тогда, тогда давайте рассмотрим вот этот слайд, это общие принципы лечения, вот это вот уже ближе к делу, вообще общие. Давайте так, вот лечение – это правильное питание, это пара фармацевтики, то есть те самые компоненты натуральные, которые в природе есть, вот это компоненты трав, высших грибов. Потом, это, конечно, процедура ощелачивания организма, потому что грибки либо в сверхкислой среде не живут, либо в сверхщелачивающей кислой среде нас убивает, и даже кровь не может существовать, ее ПА, ПАЖ кислее 7,1, 7,2, потому что у нас 7,43, вот это норма реакции в идеале, 7,2 – это смерть. И поэтому, говоря, надо закислять, ощелачивать, какую воду надо пить, вот все среды нашего организма просто по константе своей, вот они все щелочные, кроме желудочно-сокового желудка, потому что там, кстати, самая главная функция – это не распад, не донатурация белков вместе с ферментом пепсином, желудочно-ферментом, нет, главная функция там – дезинфекция, то есть та самая барьерная, потому что очень многие грибки, бактерии, вирусы могут, попадая в желудочно-кишечный тракт, в желудок вначале, комок пищи, прожеванный, хорошо. Если мы не очень много за раз съедим, вот почему еще по-малу надо есть, то тогда желудочный сок, тем более, если он концентрированный, водой не разбавленный, вот почему пить нельзя. А некоторые умники, я даже знаю, один какой-то там новый такой, молодой, такой наежик в тумане, я его называю, похож, появился в последнее время, такую порой очень правильную вещь человек говорит, но вот когда начинается вот это, что можно и пить чего угодно, запивать, и начинает там про то, что, ну, я понимаете, ну как, ну, примитивная вещь, но вот у нас есть определенное соотношение воды, то есть, скажем, и концентрации, это, понимаете, это плотность раствора, это зависит от количества воды, по большому счету. Больше выпейте, вот выпили воды, разбавился желудочный сок, концентрация кислоты меньше стала. Что значит в итоге? Значит, обработка пищи будет ухудшаться, усложняться, замедляться, и дезинфекционный барьер плохо будет работать, поэтому пить нельзя по многим причинам. А дальше проблема. Непереваренная пища прошла в следующий отдел желудочной кишечки, трокдинадцатоперстную кишку, где уже, так сказать, разбавляют ферменты щелочные, те самые трепсин, амилаза, липазы, которые выделяют поджелудочные железа и так далее, да еще непереваренная пища может частично пройти. То есть, правильно, надо есть малыми количествами, очень долго и хорошо жевать, ни в коем случае не запивать, не пить после еды. Значит, это общие принципы. Теперь, изменить питание необходимо, то есть убрать несвойственную человеку пищу. В первую очередь, вареные крахмалы. Это что? Это картошка, рис, вареные, хлеб, булочные, любые изделия. И это больше есть зелени. Укроп, петрушка, сельдерей пойдет сейчас у нас зелень. Дикоросы очень полезные, которые обладают многими лечебными свойствами, такими, как листья одуванчика молодые, как разгоречие печень восстанавливать будете и прочее. Сныть крапива – это подорожника листья молодые, почки, так сказать, и так далее. Листья, кстати, березы молодые, тоже почечные, как сбор, очень хорошие. И это все можно в зеленый коктейль, в блендер с водой. Как основу брокколи можно, вот эту зеленую капусту брокколи. Туда там зелень. Ну нет, сейчас, например, укроп, петрушка, там и особенно рукола хороша. Что по возможности. Потом вот эти дикоросы. Минимум сладкого. Период лечения, особенно молочницы, там, кандидозы – это вообще ничего сладкого есть, даже фрукты ни в коем случае. Кокосовое масло, как я уже говорил, и внутрь, и снаружи, внутрь принимать по столовой ложке в день можно, прекрасно будет. Там, кстати, есть уникальная, там, например, каприловая кислота, она убивает дрожжи, например. Но это маленький плюсик. И вот каждый такой плюс, добавляя к методике, к системе, мы общую победу увеличиваем над вот этими проблемными, в частности, грибками. Вода щелочная, конечно. Тут либо аппарат брать хороший, какой-нибудь антиоксидантный комплекс, но у кого возможности финансовые есть. Опять-таки, у меня можете узнать, я там, ну, на рассылку в блоге подпишитесь, мы иногда высылаем подробно об этом такие уведомления, так сказать. Или же это другой метод. Я его даю открыто, он ничего, не секрет, не делаю ничего. Пожалуйста, есть более простой, есть более сложный. Ну, повозиться побольше надо, либо поменьше. Но я всегда даю несколько вариантов. Вот в моей лекции «Открытая вода. Лимфопостки» подробно это есть. Там как воду можно сделать недорогой, которая будет обладать всеми нужными физико-химическими свойствами. Ну, ладно. Так, теперь. Ну, некоторые про соду спросят, я так скажу, что когда питание правильное, сода не нужна. Сода – это щелочь. Она просто ощелачивает. Да, конечно, она снимает изжогу, потому что как раз гасит кислоту, которую вызывает изжогу. А больше, по-большому счету, рагать некоторые лечи бывают, попадают в точку. Но это не… Если вы будете есть больше овощей, живых, зелень, пить нормальную щелочную воду, у вас и не нужно будет, в принципе, вам сода отдельно, потому что не будет дефицита щелочных минералов, таких как натрий. Вот почему хочется соли людям порой? Потому что вот это натрий, хлор, натрий, хоть какая-то самая простая из привычных продуктов, что человек каждый день привык солить, а ест мясо, прочее, он солит еще больше невкус, а же без соль. А в какой-то мере она нейтрализует дефицит щелочных металлов. Ведь при закислении организма расходуется щелочь на реакцию восстановления. Ведь у нас же есть гомеостаз, постоянство внутренней среды. Если рассчитаны все среды щелочные организма, быть кровь, лимфа, слюна щелочные, то если мы закисляем, то расходуются минералы, те самые щелочные кальций, натрий, магний. Они ценнейшие, необходимые нам. А на что? На реакцию восстановления. То есть гашение избыточной кислоты. А человек продолжает себя впихивать там хлеб, мясо там, и закисляет. И еще не хватает больше этих минералов. А врачи говорят, а вы молока пейте, творога. А у мамаши еще больше разрушаются и кости, и волосы, и зубы. А ребенку-то все организму отдается. Понятно. А почему? Да потому что еще больше не хватает. Кто вот не понимает, почему при потреблении молочных продуктов, творога, сыра, всегда будет дефицит кальция, что, собственно, у народов, кстати, северных, таких как Норвегия, Швеция, просто по статистике видно. И понятно, что самый высокий процент остеопороза у них, хотя они больше всего потребляют на душу населения молока. Потому что это вот этот бред и абсурд. Я описываю, объясняю, не буду слова даже об этом говорить сегодня, в трех моих больших статьях по молоку, молочным продуктам, и в видео, которое вы найдете у меня в блоге. И вы поймете вот досконально, досконально, почему и как. Так, теперь, значит, я рекомендую что? Во-первых, гигиену, да, отсутствие плесени в помещениях, дезинфекцию, начинает спиртовых протираний. Вот у меня всегда едем куда-то с детьми, там, с женой, вот в кармане бутылочка, пузырек пластиковый со спиртом. Хочется что-то поесть или что-то там, дороги взяли. Руки. Чуть-чуть раз крышечку налил детям, там, это они руки потерли. Вот спирт, да, он убивает многие виды, снижает просто в разы инфекции. И бактерии. Хорошо, ну, это просто вот так для примеров. Озонирование. Что касается у кого-то по теме особенно паразитов, домашние животные, это прямо, будьте особенно осторожны. Переносчики многих паразитов, тут, конечно, что можно посоветовать? Не все могут отдельный санузел, не все ноги мыть в прихожей, могут у самих домашних животных, а переносить с детской площадкой, перенести можно что угодно, других собак и посредством. Но это вот все подробно в моей лекции по паразитам увидите, да. Теперь, что я и дальше советую. То есть правила гигиены. Озонирование помещений, если есть возможность, там, ну, поддержать, укрепить иммунную систему, правильным питанием, да, там, любыми физическими, обязательно работать. Там, закаливание прекрасно, если позволяет, нет, с почками проблем, там, и позволяет даже бани, как дополнительная очистка подкожных слоев, и это вторые почки кожи, это очищение кожи, это очень хорошо бани. Особенно если, вот сейчас я, кто не смотрел, посмотрите мое такое видео, ну, как это, телемост назовем, там, у меня в блоге с одним специалистом, там, ну, он знаток Японии, я его так назвал, он много лет, там провел очень пытливый ума человек, там вот проблему, о чем мы описывали, о, как бы, не проблему, а, что придумали японские ученые, и все из природы взяли, он просто генератор водорода, атомарно, очень интересный, спа-капсулы, так называемые, я вот сейчас говорить про это не буду, но, в частности, по нашей теме, почему я это говорю, потому что очень помогает при любых проблемах кожных, грибка-атономия, но ног, стоп, и дело не в этом, а общее влияние, прямо через кожу атома водорода проникает в организм, во-первых, разрушают сразу вот этот, так сказать, активный кислород разрушительный, который мощнейший является разрушителем наших клеток, да, окислителем, это О3, сразу его разлагают, распадают на, просто на О2, на обычный атомарный кислород, даже легче дышать приходит людям, особенно, к у кого есть проблемы становится, и никакого окислительного воздействия нет, в общем, интересную придумали они штуку, просто природные источники нашли с такими подобными свойствами, когда там столетиями, ну, оздоровительный эффект давало, а наука современная просто разложила, это честная современная наука, на, ну, люди, которые пытли ума, ученые ведь тоже есть, они пытаются понять, почему в природе работает, а химическая промышленность нет, и вот приходят к этому, ну, создали такую интересную спокапсулу, это, ладно, прочтете, будет интересно, вернее, посмотрите там, ну, будет интересно, обратитесь. Так, теперь, что я дальше ставлю? Масло чайного дерева, кстати, мы даже создали, а у меня есть линейка, уж извините, такая реклама, но, как сказать, ну, промолчать мог бы промолчать, есть люди, которые, знаете, прям бесит это, вот, когда начинаешь что-то, разумный человек как-то скажет, ну, если это хорошая вещь, ну, почему не сказать, если это одно из средств, одно из, ну, вот у меня, а есть, все равно найдутся, это, ой, что творится с людьми, я просто поражаюсь, вот как, знаете, у некоторых аллергии, предложить, ну, хороший, ну, что за идиотизм, ну, есть такие люди, я просто в шоке. Ладно, значит, прям пишут, пишут, и такое пишут, один из тысячи попадается, больных, вот пишут, такое, сразу как, а нет ли там опять реклам чего-нибудь, так сказать, там, ну, что, смотреть-то они на, ну, не смотри-то вообще. Ладно, значит, извините, такой крик души, потому что я очень не люблю человеческую глупость, идиотизм, мракобесие, вот этот вот абсурд, когда нет здравого смысла, а только безумные какие-то, там, не знаю, там, идиотические припадки у некоторых. Ну, ладно, значит, я обращаюсь, я к разумным людям, я говорю со всеми, как с нормальными, разумными людьми, вот, все вы, я надеюсь, таковы, поэтому будем только с точки зрения здравого смысла. Итак, есть, я даже создал мыло, а у нас у линейки 35 видов мыла уникальных, есть только там травы и эфиры, только масла и эфиры, там даже основу свою мы не покупаем, мы ее сделали, 5 лет на это ушло, огромные деньги, куча опытов, у нас даже в Саудовской Аравии прилетают, вот есть Асамана, Арабских Эмират, прям, потому что там все можно купить за деньги, люди состоятельные, понятно, но не могут они такого купить, и нигде не купят. Ни в бутиках нигде это не продается, а стоит гораздо дешевле, чем в бутиках. Ну, это, конечно, дороже, чем обычные, ну, а как иначе? Ну, ладно, так вот, есть даже с эфиром чайного дерева, это кожные, очень хорошие, там у нас есть по этой линейке, говоря о коже, если мы говорим, да, например, с дегтем березовым, натуральным, в корчагах так же жжется, как вот это столетиями делалось, выпаривается, там до 8% чистого, чистого, естественно, экологически чистого дегтя. Вот дегтярная есть с чайным деревом, с эфирами, маслами чайного дерева. Есть еще одно очень сильное, это знаете, с чем? С гвоздикой. Потому что гвоздика тоже антигрибковое средство. Кстати, можно до чайной ложки размолотые гвоздики утром до еды натощак принимать, там, минут за 10 до еды, ну, если это применять с, ну, неделю-две подряд, с другими мерами, то эффективность колоссально возрастает. Например, тот же хвойный экстракт пихтовый, у которого там сотни видов применений, уникальные вещи сибиряки в свое время это вот делали, и мы делаем так же. У нас они, кстати, тоже есть в прайсе, если кто захочет, найдете по биопродуктам, мой сайт там, я думаю, это совершенно, ну, помощь будет, так сказать, хорошая, никто против не будет. Это сайт nadgard.com по биопродуктам, или просто в Яндексе Фролов, Юрий Андреевич, там продукты от Фролова вы наберете, найдете. Так вот, есть пихтовый экстракт, мы его специально для этих дел стали, вот, нам наши знакомые в Сибири делают, поставлять, потому что, в том числе, и наружнее как средство, вот, иногда там, неизвестной природы, там, ну, конечно, можно понять любые, прыщи, угри, от чего что, можно пробам и ошибками, так сказать, когда-то попадет. обследоваться надо всегда, я всегда это говорю, но я перечисляю вам те средства сейчас, которые вообще в целом очень сильны в этом плане, поэтому пользоваться правильными мылами, мы же говорим о чем, о мерах глобальных, комплексных. Потом, серо, очень сказывается дефицит органической только серы, так сказать, с проблемами, там и ногти, и деформации, не только там витамин А, там и цинк, но также и вот в частности недостаток серы. Имейте это в виду. Бергамут очень хороший, так сказать, средства эти грибковые, как бы, но это все, как бы, вы знаете, как в комплексе, это друг другу все не противоречит. Пользование мылами, потребление правильной пищи, особенно много, еще раз говорю, овощей и овощных соков. И в частности, если уж мы говорим о сладости какой-то, то морковка допустима, иногда яблоки допустимы, но лучше не есть. А вот морковь, морковно-свекольный сок, кстати, две трети морковны, одну треть свекольный, сельдереевый и прочее, это все прекрасно, великолепно дополнит к антигрибковой терапии, так сказать, да, общий средств. Так, сейчас я секундочку посмотрю, что там еще. Значит, да, что касается очищения организма, вот тут надо комплексно и правильно к этому подойти, только сначала изучите мою лекцию пищеварения и очищения, есть такая, найдете у меня в блоге, левая колонка, там мои вот эти лекции, и там есть по пищеварению, есть такая пищеварение, очищение, посмотрите, потому что действительно в системном подходе обязательно должна быть учтена в том числе лечебное, во-первых, голодание, но это как бы не главное, а вот очистительные процедуры, да, есть, конечно, говорят, вот слышали кто-то из вас, эвкалиптовые чистки, все это возможно, но это всего лишь маленькая часть общей методики, где можно заменить один тип чистки на другой, это не в этом даже суть, там суть в другом, прочтете, посмотрите, поймете, да, значит, что еще очень важно, значит, еще раз, сырости, чтобы дома не было, никакой плесни, если продукты плесневелые, хоть чуть-чуть, выкидывайте все, то есть вот на кончике огурца появилось, выкидывайте весь огурец, не рискуйте, это ни в коем случае, не делайте, не оказывайте нагрузку на почке лимфа, особенно в этот период, да, то есть, соответственно, правильное питание, не надо переедать, вот, особенно это опасно при высоких температурах окружающей среды, так, хорошо, отсутствие стрессов, там, вот все дополнительные, кстати, действительно, черемуха, те же ягоды черемки, или там, это тоже очень сильное антигрипповое средство, кстати, даже мед, но только мед, действительно, не то, что там, который без сахара, а вот только дикий мед, вот который бортневой, да, мы такой с Абхазии горной, вот, там килограмм 200 всего в год, со всей Абхазии, ну, ну, 300 бывает, потому что там его из колоды, из колоды 2-3 килограмма, ну, предел 4 можно взять, чтобы не убить пчелиную семью, но вообще должно из золота стоить, так и продают некоторые, там, по 20 тысяч, по 30 есть такой, ну, у нас он все там 3000 стоит, ну, потому что, как бы, вот, у нас линейка продуктов большая, решили мы, что, вот, как бы, ну, максимально на что можем, минимум цены, в общем, делаем, и для этого качества, и понимаете, это совсем другой, конечно, мед, а если у кого есть доступ к дикому меду, вот это, да, но мед, все-таки это сладость, это хоть и фруктоза, не только другие сахара, но, поэтому этим злоупотреблять нельзя, речь идет про чайную, про 2 чайные ложечки, не больше, и то, в эти дни, тогда ни в коем случае сладости другие не потребляют, пока не вылечили грибковую инфекцию. Про прополис говорил, пчелиное молочко, это мощный иммуно укрепляющий фактор, но оно не может быть, маточное пчелиное молочко, в сухом виде сохранять свои свойства, либо прямо от пасечника потреблять сразу на месте, либо в замороженном состоянии, в течение 15 минут после забора надо заморозить, это делается в инсулиновых шприцах, там специально зафиксируется так, чтобы с кислородом не было себя, и перевозится, и мы тоже этим не занимаемся, но строго до клиента должно дойти только, чтобы ни разу не подразмораживалось, только в абсолютно замороженном виде, и потом по методике, там у нас подробно есть на сайте по продуктам, там я не буду об этом говорить, как принимать, что чего, в общем, это очень полезная штука, как иммуноукрепляющий. Так, да, есть другие средства, кора мураинового дерева антигрибковая, в том числе средства, это можно там в коралловом клубе взять, неважно, я просто говорю, что это тоже наряду, да, есть там лианотропическая, кошачьи кога, есть такие препараты тоже, это все тоже плюс, но это пока мы, давайте так, вы даже не пишите, потому что это, я просто, чтобы никто не сказал, ну что же, я не перечисляю, я говорю определенные средства, я говорю некоторые комбинации, но и это не системный подход, я чуть позже еще раз объясню, что такое правильный, правильный, чтобы, понимаете, был эффект, например, на 90% людей, или на больший процент, не на 1-2-3% случайно, подействовало на почти всех людей, почти, потому что никогда есть такой процент людей, когда все равно, вот, делают методику, выполняют, а потом раз и плюнут, и вот, поэтому 10% остается всегда, кто недолечится, так, ладно, значит, ну вот да, как бы, все правильно, будьте здоровы, так, сейчас я вам, просто, чтобы перейти к следующей этапу, давайте я вам сейчас быстренько, что, перейти сразу, что ли, да, пожалуй, так, а потом уже я вам сделаю такую презентацию, что я вам предлагаю сегодня, ну давайте поговорим о очень серьезном, внимание, вот сейчас я вас переключил, говорили-то мы о серьезном, а теперь еще о более серьезном вам расскажу, я вам просто сейчас, знаете, что поставлю, вот это, вот эту презентацию, зелененькую, а вот, внимание теперь, значит, грибы, микозы, последствия в наличии грибов, микромицит в организме, теперь начнем с чего, вот прям я разберу 7-8 основных видов, конкретных грибковых грибов, микромицитов, и что они вызывают, и немножко, вот это очень важная вещь, ну, например, давайте начнем с первого, что это у нас? Питероспорум, вот смотрите, арбикуляр есть, есть другие виды, ну, вот видите вы на фотографиях, ну, во-первых, тут есть под микроскопом, но вот то, что лицо, вот женщины, вот видите, такие характерные, блестючие такие, на жирной, как правило, кожи, такие фурункулы, вот это очень характерно, на плечах бывают, такие маленькие, с белой точкой внутри, или вот такие обсыпные, с плотной точкой, такой фурункулом, вот давайте внимательно, я вам расскажу, вот конкретно, это форма, дрожжевого грибка, кстати, она же вызывает перхоть, она же, но это самое, действительно, безобидное перхоть, я имею в виду, что может вызывать этот грибок, петероспором, потому что, он не только разрушающий действует на эпидермис, но он способен, как бы вызывать инфекцию волосяных фолликул, вот те самые, язвочки вот эти вот, так сказать, мелкие прыщики, которые там порой годами человек не может справиться, ну а дальше, дальше уже идут серьезнейшие образования, более серьезные, вторично уже переходят, то есть это могут быть папилломы, да, папилломы – это вирус, конечно, папилломоматозы, но он никогда, он идет вторично всегда, вернее, третично, если грибки – это вторичные поражения, на ослабленный иммунитет, на всякие факторы, как открываются дверцы, вот тот же клещ донес, в подкожные слои, там возник, значит, например, грибки, колония пошла, если условия благоприятные, да, организм не справился, иммунная система, а дальше уже папилломы, бородавки, липомы, они как раз уже говорят о том, что грибок петиспорум активно уже и давно внедрился в эпидермисе верхних слоев кожи и крайне агрессивно развивается, то есть если есть папилломы, 100% петиспорум, вот этот грибок есть, 100%, липомы, бородавки, 100% есть, теперь дальше, ну, к чему приводит, ну, во-первых, провоцирует ран, не облысение, этот грибок у мужчины, выпадение волос у женщин, кроме того, значит, аллергические поражения кожи, головы, вторичные разные, там, реакции на шампуни, как вторичные реакции, на тоники, лосьоны, очень серьезные реакции, именно поэтому, на химические, конечно, а некоторые говорят, вот мы ваше мыло взяли, экологически, а у нас вот такая, однозначно будет, потому что вы придавливали, частично, туда добавляют, сейчас очень серьезные, так сказать, вы знаете, даже вам, шампунь, там такие вещества добавляют, которые придавливают грибки, да нет, сначала перестаешь пользоваться, так вот, перестаешь пользоваться химией, безусловно, факторы сдерживания определенные, ты прекратил, хотя организм убивать, с этой стороны, по крайней мере, прекратил, но, тем не менее, надо это учитывать, голову на плечах иметь, химией пользовался человек, потом натуральные продукты, например, переходят, бывают, что проблемы у него могут быть, только в чем связаны, с тем, что прекратил химию подавлять что-то в себе, ведь это наша жизнь, точно, это как в фильме, там, кинзаза, каша какая, пластиковая, ну, вот, все мы будем такими полу, ну, к чему это приводит, к страшным вещам, что болезни молодеют, что онкология уже детская, такая, что 30 лет назад, это били бы тревогу, а сейчас как в порядке вещей, и вроде бы, а что тут поделаешь, ну, давайте думать, так сказать, поделать-то можно, если каждый из нас поймет, в чем причины, и сделает то от себя зависящее, не разводя руками, ну, что же делать, а знать, в чем причины, и знать, что делать, значит, так, псориазы, экземы, это как раз виновен этот самый грибок, теперь, по анализу слюны, можно установить две формы развития грибка в организме, латентную, ту самую скрытую, про которую я и говорю о паразитах, и говоря о других вирусах, я всегда говорю о латентной форме, скрытой, когда не в активной форме, в малом количестве присутствует, но присутствует, это надо понимать, его легко тогда подавить, да, пока он не начал активное разрушительное действие, и в активной, соответственно, так вот, значит, есть методики лечения, сейчас, давайте, я сейчас сначала расскажу, конечно, о том, чтобы вы представляли, давайте перейдем, ну, надо говорить о том, ведь порой, видите, как все просто, мы даже не понимаем, с чем мы сталкиваемся, и от чего, серьезные потом проблемы, а первая причина-то простая, как их сначала легко решить, вот, кстати, вот, например, пожалуйста, отрубевидный лишай, сибариндевроматит, фолликулит, вот вызывают те самые грибки, вот эти самые, петероспорум, понимаете, вот на спине, посмотрите, характерный такой, видите, тут очень хороший большой слайд, и я думаю, его вы хорошо видите, да, так сказать, вот, поставленный, да, 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 Продолжение следует...